Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех видеть в добром здравии. Огромное спасибо за приглашение и возможность выступить сегодня на конференции. И действительно, все доклады, вот я внимательно слушала предыдущих докладчиков, они посвящены актуальным вопросам, новым совершенно возможностям в лечении различных опухолей и новым достижениям. Мой доклад, наверное, тоже, мое сообщение тоже не будет выбиваться из этой гармонии. И мне хотелось бы сказать, что, вернее, сообщение мое будет посвящено сегодня возможностям лечения гормон позитивного ХР2, негативного метастатического рака молочной железы. Но в его преддверии, и как просили организаторы, я бы хотела задать вопрос для голосования. Если складывается такая клиническая ситуация, что пациентка 58 лет, ранее леченная по поводу рака молочной железы Т2Н1М0, люминальный Б-потип, она получила комбинированное лечение, ей выполнена радикальная мастектомия, 8 курсов адювантной химиотерапии, по привычной на схеме 4.4. После операционного периода в течение трех лет получала Ремидекс, и затем наступил этап прогрессирования заболевания. Появились множественные метастазы в печень и кости. Здесь представлен вариант иммуногистохимического исследования по операционному материалу. Мы видим, что это люминальный Б под тип опухоли, и была сделана биопсия из метастаза в печени, и тоже подтвержден люминальный Б-вариант рака молочной железы. Я хотела бы задать вопрос в аудитории. Какую бы опцию терапевтическую коллеги выбрали для лечения этой пациентки? Химиотерапия, гормонотерапия, экзаменстан с виролимусом комбинированная, гормональной терапией, ингибиторы ароматазы с ингибиторами CDK4-6, или фулвистран с ингибиторами CDK4-6 киназ? Голосование идет 11 секунд. Илья Михайловна, и как показывает практика, они ужасно долго длятся. Я могу продолжать, Татьяна Юрьевна? А сейчас, вот смотрите, какие результаты? Что за опцию фулвистран с ингибиторами CDK4-6 проголосовало 53%, за опцию ингибитора CDK в комбинации ингибиторами ароматазы 41%. Ну, практически 94% проголосовали за опцию ингибитора CDK4-6 в комбинации с гормонотерапией. Ну, это очень приятные результаты голосования. Я думаю, что мы сегодня говорим для очень образованной аудитории. Итак, действительно, в последние годы и вообще мы видим значительную эволюцию лекарственной терапии метастатического гормонорезистентного ХЕР-2 негативного рака молочной железы. Если вчера мы пользовались в основном только гормональными препаратами, тамоксифеном, ингибиторами ароматазы, потом появился фулвистрант, возможности экземистана с северолимусом использования, то уже с 2015 года в арсенале нашем появляются ингибиторы CDK4-6 киназ с различными, действительно, гормональными партнерами и с ингибиторами, и с фулвистрантом. Но и уже, так сказать, опцией 2020 года является возможность использования препарата Алпелисип, который относится к ингибиторам ПИ-3 киназы. Безусловно, открытие роли CDK4-6 во внутриядерной регуляции клеточного цикла и появление вообще такого нового класса ингибиторов CDK4-6 киназ, оно принципиальным образом изменило историю лечения этого подтипа рака. И вообще-то надо в справедливости ради сказать, что открытие роли вот этих CDK4-6 киназ было удостоено Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2001 году. Терапия признана как терапия прорыва. Это было сделано в 2013 году, а ускоренное одобрение в 2015 году. И на сегодняшний день мы в своем лечебном арсенале имеем уже три препарата ингибиторов CDK4-6 киназ. Это палбоциклип, рибоциклип, обемоциклип. И, в общем-то, их эффективность, и она изучалась в следующих регистрационных клинических исследованиях. И доказана эффективность. Но мы имеем не только доказанную эффективность, но и значительно большой метаанализ комбинации ингибиторов и уже однозначно доказана в 140 исследованиях. Извините, пожалуйста, по-моему, я представила... А нет, все, извините, пожалуйста. На сегодняшний день доказано, что однозначно использование ингибиторов CDK4-6 киназ, они значительным образом превосходят стандартные показатели по выживаемости без прогрессирования, как в отношении назначения гормонотерапии. И, конечно же, ни один из режимов химиотерапии он не превосходил комбинацию ингибиторов CDK4-6 киназ с различными гормональными партнерами. Но, безусловно, нас, конечно же, волнует общая выживаемость или выживаемость без прогрессирования. Когда мы говорим о выживаемости без прогрессирования, конечно, это очень значимый результат, но Европейскому обществу медицинской онкологии на сегодняшний день признано, что общая выживаемость является наиболее приемлемой конечной точкой для клинических исследований. А все другие результаты конечной точки, они, в общем-то, считаются несколько суррогатными. Рибоциклип на сегодняшний день, он достоверно подтвердил увеличение общей выживаемости, было показано в двух исследованиях – Монолиза-1,2 и Монолиза-7. И вы видите, что в исследовании Монолиза-3 было показано увеличение общей выживаемости при использовании рибоциклипа с фолвестрантом и значительное расхождение кривых – 67% против 58% – это трехлетняя выживаемость. И на уровне 4-42 месяцев наблюдений эти показатели составили, соответственно, 58 и 46%. В исследовании Монолиза-7, куда включались достаточно молодые пациентки, вы помните это исследование, премиенно-паузальные пациентки, то там еще оказались более высокие показатели общей выживаемости, достоверно значенное различие получилось. И различия на уровне трех лет составили 72% против 58%, тоже статистически значимые. Но все-таки каковы же новости 2020 года? В этом году на АСКО были представлены результаты по показателям общей выживаемости при наличии метастазов печени. И было показано, что при наличии вот в такой достаточно тяжелой группе пациентов, когда имеется метастатическое поражение, такое висцеральное, как поражение печени, комбинированная терапия с использованием в данном случае рибоциклипа показало снижение риска смерти на 37% в исследовании монолиза-3 и на 47% в исследовании монолиза-7. Эффективность рибоциклипа у пациентов также была показана с выраженной резистентностью к предшествующей эндокринной терапии. Посмотрите, по результатам исследования монолиза-3 снижение риска смерти отмечено на 30% и монолиза-7 еще больше, на 41%. То есть фактически это было вдвое больше по сравнению с группой пациентов, которые получали плацебо. Еще один очень такой достойный показатель, что, естественно, не все больные переносят одинаковое лечение, и в ходе терапии у ряда пациентов нам приходится прибегать к редукции дозы, но был представлен материал на ЭСМО 2020 года, где было вот такое преследование представлено, и было показано, что снижение начальной дозы рибоциклипа от уровня 600 мг и при необходимости коррекции дозы с уменьшением этой первоначальной дозы, они никаким образом не уменьшило преимуществ в общей выживаемости. Вы видите, что кривые практически идентичны. Ну, а что же происходит в реальной клинической практике? И тоже на АСКО было представлено впервые результаты открытого исследования фазы 3B, исследования комплимент, где оценивалась эффективность рибоциклиба в дозе 600 мг в день в сочетании в комбинации с литрозолом. Обратите внимание, что это достаточно крупное исследование, в него вошло более 3000 пациенток, причем женщины были с различным статусом менструальным, это преминопаузальные, постминопаузальные, и надо сказать, что они были достаточно сложные по своей комобидности, по сопутствующей патологии, и кроме того, с выраженным распространением процесса. Это были пациенты с наличием метастаза в головной мозг, и ЭКОК у которых был ниже или равен 2. Что же получили? А получили очень интересные данные, когда было показано исследование, что по эффективности рибоциклиб при использовании в реальной клинической практике, он соотносим с теми данными, которые были получены в регистрационных клинических исследованиях. Вы видите, что медиана выживаемости без прогрессирования составила 27,1 месяца. Кроме этого, не было показано никаких новых сигналов безопасности, и, в принципе, было показано также, что все женщины, которые получали это лечение, они, в общем-то, демонстрировали вполне удовлетворительное качество жизни. Еще на ЭСМО этого года, 2020 года, был представлен очень интересный продолженный еще анализ вот этого исследования комплимент. И в анализ ходили группы пациентов с гормонопозитивным HER2, отрицательным раком, метастатическим раком молочной железы, которые представляют наиболее особый клинический интерес, который очень тяжело, как правило, протекает. То есть это пациенты, которые ранее получали предшествующую химиотерапию. Мы знаем, как правило, что это отягощенные пациенты, пациенты, которые имели ЭКОГ-2, висцеральные метастазы, или ЭКОГ-2 с предшествующей терапией. И если вы посмотрите на представленные графики, то было показано, что, в общем-то, во всех этих неблагополучных группах все равно использование комбинированной терапии было значительно более, имело значительно лучшее преимущество по сравнению с группой пациентов, которые не получали такого лечения. Качество жизни – еще один очень значимый такой параметр, который мы стараемся всегда оценить. И, по сути дела, он равнозначен тем показателям общей выживаемости, которые мы имеем, поскольку именно, так сказать, мы можем, конечно, утяжелять наше лечение, но, тем не менее, мы должны помнить, что эти пациенты должны иметь удовлетворительное качество жизни. И вот как раз в исследованиях Монолиза 2, 3 и 7 и данные были представлены, опять-таки, на ЭСМО в этом году, было показано, что терапия рибоциклибом с эндокринной терапией, она заметно улучшала, так сказать, состояние общего здоровья в целом у этой категории больных, она увеличивала время до того момента, когда развивался выраженный болевой синдром, и, кроме того, она замедляла ухудшения по показателю эмоционального функционирования. Все это, конечно, в целом делает данную лечебную опцию очень выигрышной. Но, тем не менее, когда мы говорим о лечении вот этой категории больных, больных с гормонопозитивным, ХЕР-2 негативным метастатическим раком молочной железы, да, конечно же, основной опцией на сегодняшний день, опцией выбора, является эндокринотерапия с ингибиторами ЗИ-4,6 киназ, но мы знаем, что вот у этого контингента больных до 40% эти пациенты, они имеют мутацию в гене ПИА-3К. О чем это может говорить? Эта мутация, она обеспечивает гиперактивацию пути ПИА-3К и КТМ-ТОР, тем самым усиливает пролиферацию, вызывая выраженную прогрессию и очень часто приводя к неэффективности различных других опций лечения. Что такое мутация гена ПИА-3К? Это, в общем, на сегодняшний день считается, что это стабильный биомаркер, в принципе, это драйверная мутация, которая обнаруживается уже на ранних стадиях первичной опухоли и сохраняется в очагах метастазирования и на более поздних стадиях. И было показано достаточно большим количеством регистрационных исследований. Вы видите, здесь был анализ, проведен метаанализ, семи регистрационных исследований, куда вошли практически 2000 пациентов, что наличие вот этой мутации рассматривается в качестве негативного фактора прогноза, негативного фактора прогностического как в отношении общей выживаемости, так и безрецидивной выживаемости. Клиническая значимость мутации генопиктрисей, она очень велика. Во-первых, она рассматривается, конечно же, как прогностический фактор, поскольку ассоциируется с более агрессивным характером течения метастатического рака молочной железы и сниженным ответом на терапию. Кроме того, вот наличие этой мутации, оно рассматривается в качестве предиктивного фактора, поскольку позволяет выбрать эффективную терапию. Ну, в частности, она значит ингибиторы 5-3 киназы, и мы говорим сегодня о, конечно, препарате АПЛИСИП. Поэтому ее определение при появлении метастазов оно позволяет спрогнозировать и течение заболеваний, и, конечно же, что очень важно, грамотно, адекватно спланировать терапию. То есть использовать наиболее эффективные опции уже в первой линии терапии. АПЛИСИП, допустим, с фулвестрантом, как на сегодняшний день, имеет место регистрации. Но надо сказать, что вот эти данные, они были получены в ходе проведения регистрационного клинического исследования СОЛАР-1. Здесь представлен дизайн этого исследования. Вы видите, что терапия в двух группах, в двух сформированных группах, она была одинаковой. Пациенты получали АПЛИСИП с фулвестрантом, то есть ингибитор 5-3 киназы и гормональный партнер, в качестве которого был фулвестрант. А вот делились эти на два рукава эти пациенты в зависимости от наличия или отсутствия мутации 5-3 киназы. Первичной и конечной точкой было определение выживаемости без признаков прогрессирования. Но надо сказать, что у тех больных, у которых не было мутации в ткани опухоли, то никаких различий в эффективности по показателям выживаемости без прогрессирования получено не было. Поэтому дальше я буду представлять только оценку для пациентов, у которых в опухоли определялась мутация ПИК-3СИ. И вы видите, что и по локальной оценке, типа независимой оценки кривые выживаемости без прогрессирования, они очень значимо разошлись уже в первые 8 недель лечения, то есть на уровне первого оценочного этапа и оставались параллельными практически все последующее времени. И было отмечено удвоение медиана выживаемости без прогрессирования, но практически по данным локальной оценки вдвое, как я уже сказала, и втрое по результатам независимой оценки. А снижение риска рецидива практически в этой группе пациентов составило 52%. Надо сказать, что эффективность алпелесиба у пациентов с мутацией ПИК-3СИ при анализе медианной выживаемости она проявлялась как в первой, так и во второй линии. И даже более ярким образом она проявилась во второй линии, поскольку сюда вошли в основном пациенты с неблагоприятным прогнозом, то есть гормонорезистентные пациенты. Кроме этого, всегда на сегодняшний день поднимается вопрос, а какова эффективность алпелесиба у пациентов с мутацией ПИК-3СИ у тех пациентов, у которых ранее получали ингибиторы CD4-6 Кеназ, поскольку это тоже достаточно такая наиболее часто уже на сегодняшний день используемая опция. И вот в регистрационном исследовании СОЛАР, да, был такой проведен анализ, правда количество анализируемых пациентов было очень невысоко, оно составило всего 11 человек, поскольку начало набора материала для этого исследования датировалось 2015 годом, это были еще единичные пациенты в мире, но тем не менее использование алпелесиба, оно также показало свое преимущество в этой группе больных. А вот дальше уже было инициировано исследование в реальной клинической практике Байлиф, и по результатам которого, результаты были доложены тоже в этом году на ЭСМА, было показано двукратное увеличение медианной выживаемости без прогрессирования у пациентов, которые получили алпелесиб после ранее проведенного лечения ингибиторами CD4-6 киназ, и вы видите расхождение цифр вот в этих показателях 7,3 месяца против 3,4 месяца, практически двукратное, как я уже сказала, увеличение. Надо сказать, что эффективность алпелесиба, она была показана практически во всех подгруппах, в том числе и, как мы рассматриваем, не очень благоприятно протекающих, то есть это при наличии у пациентов метастазов в легкие, в печень, висцеральных метастазов, как я уже сказала, при предшествующей терапии ингибиторами CD4-6 киназ и в группах пациентов, которые оказались резистентными гормонотерапии. Ну, а что касается общей выживаемости, показанной в этом исследовании, то тоже цифры были представлены в этом году обновленные, но, к сожалению, на сегодняшний день пока мы не можем констатировать факт, что получены какие-то статистически значимые различия, хотя вы видите, что кривые расходятся и расходятся все-таки в пользу использования алпелисиба с фолвестрантов по сравнению с группой плацебо. Но вот эти выявленные различия, они были более показательны у пациентов, у которых наблюдались метастазы в печени и в легких. И вы видите, что уже различие в цифрах составило дельта более года 14,4 месяца. Таким образом, когда мы говорим о том, кому же на сегодняшний день, каковы группе пациентов, которым назначение алпелисиба может принести максимальную дозу, пользу, извините, на основании данных СОЛАР, то мы говорим, что это пациенты гормоны положительные, ХЕР-2 отрицательные, метастатическим раком молочной железы, имеющие мутацию гена ПИК-3СА и резистентной гормонотерапии. При прогрессировании на фоне проведения адювантной гормонотерапии или в течение года после ее завершения, тогда мы можем использовать и рекомендовать использование алпелисиба в первой линии. И при прогрессировании на фоне лечения уже метастатического рака молочной железы, то тогда это уже использование алпелисиба во второй линии. Не рекомендуется назначение этого препарата пациентам, которые оказались все-таки чувствительны к гормонотерапии, то есть у них прогрессирование наступало в более поздние сроки, или пациенты с метастатическим раком ДНОВа, мы знаем, что именно эта группа пациентов более чувствительна к гормонотерапии, и те пациенты, которые имели выраженную сопутствующую патологию, сахарный диабет первого типа, неконтролируемый сахарный диабет второго типа. Поскольку я в этом докладе не отразила, но это одно из частых нежелательных явлений гипергликемии, и такие пациенты в исследовании СОЛАР-1 не включались. Кого и когда тестировать? Ну, на сегодняшний день это, в общем, практически уже не вызывает вопросов. Конечно же, нужно тестировать всех пациентов с гормонопозитивным ХЕР-2-негативным метастатическим раком молочной железы, те, у которых развилось, как я уже говорила, прогрессирование либо на фоне адювантной терапии или после ее завершения, прогрессирование на фоне терапии уже метастатической стадии и, конечно же, ДНОВА, метастатический рак молочной железы. Безусловно, мы сегодня можем это делать и можем делать практически без ограничения. Определять мутацию ПИК-3-7 можно в рамках программы РУССКО по канцер-геному. Это не представляет каких-то на сегодняшний день организационных сложностей. Ну и все полученные на сегодняшний день результаты, которые мы имеем и по использованию ингибиторов CD4-6 с различными гормональными партнерами, и по использованию алпелисиба у пациентов с метастатическим гормонопозитивным ХЕР-2 негативным раком молочной железы с наличием мутации ПИК-3-7 они нашли отражение уже в современных рекомендациях. Здесь я привожу рекомендации Русско 2020 года. То есть на сегодня в нашем арсенале появились достаточно высокоэффективные опции лечения этого контингента больных. Спасибо за внимание. Продолжение следует...